В истории редко бывает, когда в результате завоеваний кочевников создается великая культура. Но такого высокого уровня ее развития, как в арабском халифате, не знали многие страны и народы Средневековья. Что же вызвало такой подъем культуры? Арабо-исламская культура Сегодня вы узнаете, какое влияние ислам оказал на повседневную жизнь мусульман, расширите представление о том, какие бывают мечети, какая музыка звучит во время мусульманских богослужений, как понимать Коран и какие достижения арабо-исламской науки и культуры вошли в мировую культуру. Напоминаю о значках навигации, которые напомнят вам о пунктах плана, подскажут важную информацию для записи в тетрадь и задания, которые вам предстоит выполнить. Коран Коран – это книга, существующая вечно, как сам Аллах, она – его слово. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Найдите информацию о Коране в Википедии или других интернет-источниках и выполните задание. Определите основные идеи Корана и правила поведения для верующих. Вот уже почти 14 веков эта книга живет и сохраняет свое значение не только как религиозный, но и как исторический и литературный памятник. В странах, где ислам – государственная религия, из Корана исходят многие правовые акты, на Коране присягают, дают клятву. Изучение Корана является одним из основных предметов религиозных учебных заведений ряда стран. Одно из важных положений Корана – идея джихада. Джихад – это усердие в распространении ислама, в том числе и путем войны против людей другой веры. Коран обещает, что те, кто погиб в священной войне, сразу попадут в рай. В средние века ислам покидает пределы Аравийского полуострова и активно распространяется на Балканах, в Малой Азии, Индии и даже Центральной Африке. А к середине этого исторического периода восточные торговцы смогли не только перевести его в Европу, но и распространить, несмотря на то, что европейцы считались ревностными приверженцами католичества. Средневековый мусульманский мир был полностью построен на принципах Корана, которые регулировали все – от общественной жизни до сутопроизводства. Халиф являлся не только главой государства, но и главой всех мусульман. Те, кто не принимали ислам, платили особый налог. В обязанности каждого мусульманина входили ежедневные молитвы и пост длиной в месяц, который нужно было соблюдать ежегодно. Молитвы совершали в специальных зданиях, мечетях или в любом подходящем месте. Мечеть – это священное место для всех мусульман, место для молитв и душевного очищения. По мере распространения ислама красивые мечети появляются во всем мире. Посмотрите, как прекрасны мечети в разных странах мира. Молитвы совершали в сутопроизводства. Молитвы совершали в сутопроизводства. Каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить путешествие в Мекку и посетить главную святыню ислама – храм Каабу. Это путешествие называется хадж. В наше время Кааба открывается лишь два раза в год, и попасть внутрь могут только высокопоставленные лица и почетные гости. Почему же она так важна и что она в себе хранит? Поставьте видео на паузу и выполните задание. Что изображено на рисунке? Какое значение имеет это сооружение в жизни мусульман? В каком городе находится? Объясните, каким образом с ним связано понятие хадж. Из дополнительной литературы или интернет-ресурсов узнайте, что за черный камень находится внутри этого сооружения, как арабы объясняли его происхождение и цвет. На самом деле ничего экстраординарного Кааба не скрывает. Это место служит прежде всего для молений, а не сокрытия сокровищ. Внутри нее расположены три деревянные колонны, которые удерживают потолок святыни. Пол и стены святыни покрыты белым мрамором. На стенах размещены орнаменты, таблички с текстами о властителях, которые принимали участие в устроении Каабы. Ислам в Средневековье запрещал изображать людей и животных. Поэтому художники изображали орнамент, который состоял из причудливых и переплетенных линий и получил название «арабеска». В арабском халифате возникла новая великая культура, которую называют арабо-исламской. Она была более развитой, чем культура Западной Европы. Поставьте видео на паузу и подумайте, почему культура Востока была более развитой, чем западноевропейская. Вы видите на карте, что в состав арабского халифата вошли многие народы с высоко развитой культурой, и поэтому произошел взаимный обмен в области науки и искусства. Также большую роль сыграло то, что в халифате единый государственный язык – арабский и единая религия – ислам. Каковы же достижения арабо-исламской науки и культуры? Литература Вместе с товарами купцы и погонщики верблюдов привозили из других стран чудесные сказки. Их рассказывали во дворцах знати и халифа, на базарах, улицах и во всех домах Багдада. Многие слушатели любили рассказы об удивительных путешествиях и приключениях. Из этих сказок позднее был составлен известный всему миру сборник «Тысяча и одна ночь», который вобрал в себя предания и легенды многих народов. Орехов у нас было предостаточно, но голод нас изморил так, что не было сил расколоть хотя бы один орех. Кровь Из земли била кровь, сплошная кровь, водопад крови. И только тут мы поняли, что находимся не на острове, а на спине огромного кита. Он спал тут так долго, что на нем выросла пальмовая роща. Удар топором разбудил его, и мы снова попали в беду. Море поглотило наш корабль и моих друзей, да и я шел ко дну. Я уже отчаялся, уже попрощался с жизнью, но моя счастливая судьба послала ко мне рыбу, которую я выпустил из сети. Она меня увидела и узнала, а мой единственный добрый поступок вернулся мне в столице. Не успел я оглянуться... Узнать о всех приключениях главного героя вы сможете, прочитав арабскую сказку «Приключения Синдбада-Морехода». Велики были достижения арабов в науке. Арабы создали алгебру, использовали индийские цифры, которые через арабов попали в Европу и стали называться арабскими. Образование можно было получить в учебном заведении, которое называлось Мадресе. Были у арабов и свои библиотеки. Самая выдающаяся – это библиотека в Кордове. Она насчитывала около 400 тысяч рукописных книг. Славились своими умениями и арабские архитекторы. Они создали немало прекрасных зданий, дворцов и мечетей. Мечеть – это молитвенный дом у мусульман. Возле мечети всегда строился минарет. Это высокая башня, с которой верующих призывали к молитве. Поставьте видео на паузу. Обратите внимание на картинки и попробуйте определить, чем еще славились арабские ремесленники. Да, действительно арабы издавна славились искусством создания золотых украшений, кованых изделий из металла, ковроткачеством. Поставьте видео на паузу. Используя текст параграфа 25 учебного пособия и информацию в видео, запишите в тетрадь следующее понятие. Коран, джихад, хадж, мечеть, минорет, кааба, арабеска, мадресе. Подведем итоги. Священной книгой мусульман является Коран. Главное в исламе – вера в одного Бога – Аллаха. Мусульмане должны обязательно выполнять положение Корана. Каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить путешествие в Мекку и посетить храм Каабу. Арабы создали известный сборник сказок «Тысяча и одна ночь». В Халифате успешно развивалась математика, астрономия, география, медицина, архитектура. Арабы строили библиотеки и получали образование. Для качественного усвоения знаний прочитайте параграф 25 и выполните задание. Какой вывод можно сделать, используя арабские пословицы «Труд ученого должен цениться наравне с кровью мученика». Тот не умирает, кто отдает жизнь науке. Для любителей истории отдельное задание. Кааба в Мекке, библиотека в Кордове, Альгамбра в Испании, Тадж-Махал в Индии, Голубая мечеть в Стамбуле. Продолжите список известных памятников арабо-исламской культуры, используя интернет-источники и детскую электронную энциклопедию. Альгамбра в Индии,